здравствуйте утречка и я честно говоря не верю ни своим глазам ни ощущениям у нас ноль градусов что-то потрясающее сенечки не активны видимо в теплую погоду не особенно хочется клевать семечки а вчера они меня одолевали целой стаей потому что было дико холодно и дул страшный пронизывающий ветер сегодня ветерок тоже есть но уже такой весенний влажный из деревьев начало капать господи может это уже весенние копиль хотя не очень то и верится но по прогнозам нас ожидает плюсовая температура но я снова пойду обниматься с дровами только уже не с той кучей которая будет оттаивать у меня до весны пока не просохнет земля а стиме которые надо вывести чтобы освободить место для новых дровняки у меня уже площади порядочные очистились от дровишек ну кто ж знал что так похолодает этой зимой привыкли к польской да коты уже начали вести себя неспокойно этот сегодня наверняка пойдет снова гулять и вернется заслуженными ранениями тебе и так еще ничего не зажило дурачина все приближается март начинаются кошачьи игры ну игры достаточно жестокие вот сколько раз я затрагивала разговора мотивации сегодня она у меня просто потрясающе здесь лежат два генкиных ножа они попали между рядами поленев когда мы метали их летом вот в эту вот замечательную доску берегу ее как землицу ока потому что второй такой у меня нет ну а тут единственное место где можно никому не мешая размахнуться на участке мы подобного не обнаружили так вот меня ждут два трофея ну что ж как говорится труд на пользу во всех отношениях займемся а потом посмотрим что получится ну вот результат лед тронулся броня крепкая тачки наши быстро эх кормилица как же я люблю безотказный вариант только надо обращаться с ней поаккуратнее несколько раз у меня уже взрывалась от перегрузки колесо но полагаю что на такой работенке моя любимая тачка не переутомиться ну что прибежал соскучился соскучился привет привет поиграли они сегодня с понькой с утра ну а сейчас она вернулась на свое рабочее место а с ножами кстати тоже все увенчалось ну вот два генкиных которые завалились в полейницу между рядами дров и даже ростин вот про него я совершенно забыла дело в том что внук также приобщился к нашим милым забавам и я полагаю что в три с половиной года что было ему летом это вполне своевременно вообще надо уметь работать с ножом вот мне огнестрельное оружие почему-то совершенно не нравится может быть это связано с тем что когда я в детстве развлекалась с так называемыми самострелами может быть кто-то помнит раньше вырезались в подобие оружие или винтовок ним крепилась резинка венгерка и стреляли пульками сделанными из проволоки вот тогда мне угодили чуть ли не в глаз еще бы полсантиметра и была бы я одноглазенькой возможно именно от этого я как-то совершенно к огнестрела отношусь так сказать с прохладцей не говорю с презрением вот метание копья стрельба из лука ножи те же самые даже метание подковы вот это вот мое нравится мне этим заниматься но вот роську я пыталась приобщить в этом году к целому ряду манипуляций связанных также огнестрельным оружием и это было метание копья почему-то ему такая вариация не понравилась вырезала ему подобие и она дожидается своего часа уже этим летом вообще во всячеслав геннаджи великолепная координация я думаю что в этом году дело пойдет дачу будешь палочки приносить ну естественно я сделала для внука и лук но вот тут он полностью застопорился я пыталась научить его сразу правильной техники хвата тетивы двумя пальцами видимо казалось сложным и как-то он не особо активно этим стал заниматься а потом забросил и вовсе но ничего страшного сделаем новый лук главная тетива хорошая осталась ну а срезать пруть корешника я думаю для ростислава будет несложно зато очень здорово начал фехтовать вот это то что ему сделала в качестве шпаги и таких деревянный бакен с гардой из веток просто елка но мне еще предстоит сделать нечто подобное для себя потому что та шпага которую я фехтовала с ним несколько негуманно да кисать придется изрядно больше это сейчас все напоминает дубину но полагаю что все увенчается никогда не забуду про свой первый ножик я его долго клянчила у родителей и когда мне было лет пять отец наконец купил мне маленький перочинный с лезвием около пяти сантиметров и симпатичной пластиковой ручкой раскрашенной под березку как же я была тогда счастлива ну конечно метать я его даже не пытался и понятия не имела как это делается но я начала вырезать по ивовым прутикам какие-то странные замысловатые узоры и в результате достигла в этом в общем-то я бы сказала высот для пятилетней девицы вообще-то девица была нестандартная мне нравилось играть в хоккей вышибала я всегда предпочитала игре в классике с девчонками и почему-то в солдатике мне нравилось играть гораздо больше чем в кукол ну вот аппаратура который мне длилось с ручкой этим летом фехтовазе он ко всему этому относился с большим энтузиазмом но я считаю что такое орудие против более мелкого и коротколапого внука это негуманно надо будет сделать бакен ну или всучить ему спортивную саблю посмотрим что получится ну что ж пора перемещаться в избушку топить печку варить с собачьим кашку и продолжать вырезать покрыла я вчера льняным маслом новую ложку надо будет сегодня сфотографировать и послать фото заказчику оригинальная получилась форма уж не знаю понравится не понравится ну если что сделаем еще ну что ж всем удачного дня до свидания